Долгий путь к этому матчу проделали команды. Сегодня самый важный матч турнира – это финал. Мы ждем свистка к началу увлекательного сражения Челси против Мадридского Реала. Субтитры делал DimaTorzok С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Начинаем. Челси сегодня играет против Мадридского Реала. Суперкубок UEFA впервые был разыгран в 1972 году. С тех пор этот матч принято считать за официальный старт сезона в Европе. Матчем между победителем Лиги Чемпионов и лучшей командой Лиги Европы начинается и этот сезон. Субтитры делал DimaTorzok Перед нами состав Челси. Все атакующие игроки сосредоточены в первой линии. Да, за ними пара опорников и четверо защитников. Реал начинает игру в таком составе. Радикально атакующая схема. При наличии креативного игрока на позиции ложной девятки, а мы знаем, что это за позиция, мне кажется, это лучший выбор. И первый официальный матч нового сезона начинается. Суперкубок Европы ждет своего победителя сегодня. Без мяча остается Реал. Кай Хаверц. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Хорошее исполнение, но мяч идет мимо ворот. Необычайно много разговоров до этого матча было и, пожалуй, главным поводом для них стал один игрок. И оно понятно, ведь он играет сегодня против своей бывшей команды. Думаю, это не должно сказаться на его игре. Игрок, он опытный и должен понимать, что в первую очередь важна игра, а все, что около, должно оставаться вне поля. А вот и повтор опасного момента. Уверенно играет в отборе. Играют они в пас. Штрафтовые подачи. И есть там кому сыграть. Но слишком близко к вратарю был мяч, и дальше его рук не пошел. Очень хорошо он игру читает. Мастерски. Соперник теряет мяч. Хороший отбор. А сейчас вперед можно выйти. Не получилось развить эту атаку. Защитники надежно сыграли. Отличный момент есть. Немного точности не хватило этой передачи. Мяч уходит в аут. Кудус. Здорово он партнер увидит. Это пенальти. Зарабатывает его Реал. В пенальти все ясно. Но почему игроку карточку не показали? Похоже, арбитр решил, что нарушение не было ни умышленным, ни грубым. Вот будь оно за пределами штрафной, тут, возможно, были бы варианты. Лучший момент, чтобы открыть счет. И реализован пенальти. Еще раз мы смотрим на голевый удар с 11-метровой отметки. Четкое исполнение пенальти, без лишних движений и мяч в ворот. Тренер, конечно, рад этому голу. Его команда повела в счете. 1-0 в нашей игре. Вводит мяч у них. А вот так уже здорово. Учился, учился реализовать этот момент. И счет снова равный. Нам повторяю, забитый мяч, который вновь сделал счет равным. Очень обидно должно быть сейчас пропустившей команде. И только-только они вышли вперед. И вот сразу пропустили. Восстановлен статус-клон. Сейчас снова равный. 1-1. Кудус. Субтитры создавал DimaTorzok. Здорово сыграно в отборе. Соперник без мяча. Кудус. Мохаммед Кудус с мячом. Отлично они сейчас в пас играют. Мяч в центр штрафной летит. Феноменальная реакция у вратаря. Как он потащил этот удар. Потрясающий момент сейчас был, чтобы забить. Но блестящая игра вратаря помешала этому. Подали мяч с углового, а в центр штрафной. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно может быть. На перерыв уходит команда. Пока 1-1. Итак, первый тайм завершился. На табло пока ничья. И мы уходим на перерыв с каким-то странным ощущением. Вроде бы и футбол посмотрели, но какой-то академичный. Без драйва. Команды снова на поле. И второй тайм матча за Суперкубок Европы начинается. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправится. Кутуз. Реал на половине соперника. Без проблем, он защитника проходит. Нужно играть. Вратарь не сумел забрать мяч. Очень здорово притингуют они. Есть пространство. Есть варианты для развития контратаки. Контратака продолжается. Есть пространство перед ним. Великолепно получилась контратака. Все как по нотам. Главное, что забили гол. Отличный пас. На повторе видно, что видел он совершенно точно кому и как хочет мяч достать. Да, каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола. Вратаря как будто и не заметил. Вот как реагирует на пропущенный гол тренер. Теперь его команда оказалась в роли догоняющего. С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Челси начинает опасную атаку. Можно мяч в штрафную навесить. И мяч за лицевой будет у главы. А нам показывают гол, который вывел команду вперед. Смотрим повтор. Обратите внимание, насколько технично форвард обошел вратаря. В центр штрафной мяч с углового летит. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Кудус. Леал идет к воротам соперника. Нужно забивать. Ну как же так? Настолько выгодная позиция у него была. А вот удар будет от ворот. На бровке тоже очень много эмоций. Тренер огорчен, что команда не смогла сравнять счет в этом моменте. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в поезд. Свежий сил. Отлично в прессинге сыграно. И вернули себе мяч. Легко забрал этот мяч голкипер. Было бы странно, если бы он после этого удара пропустил. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила кучу. Не получилось тут толком мяч выбить. Штрафной учился. Никого перед Родригом. Здорово вратарь сыграл. Действительно хорошо сейчас разобрался в ситуации. И не дал этому моменту во что-то более опасное превратиться. Время заканчивается. И Реал идет в свою последнюю атаку в этом манче. Не получилось у них атаку развить. И мяч у соперника теперь. Матя из Делифт. Челси в атаке. Судья не дает свисток. Основное время истекает через 6 минут. Соперника просто не заметил. До набадающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Есть шанс развернуть контратаку. Потерян мяч. И теперь уже стоит задуматься о том, как бы в свои ворота не пропустить. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил Судья. Самый конец игры у нас. И это последний шанс спасти манч. Наш сыгранный навес должен последовать. Оставляет мяч для навеса. И я сейчас закончу вообще все. Шикарный пас. Любимый прием многих игроков. Откатил немного назад. И отдал передачу. И в завершении все так же было сделано четко. Хорошо с защитой разобрались. И отправили мяч в ворота. Недоволен тренер. Его команда пропустила. И позволила сопернику счет сравнять. 90 минут матча истекли. Переходим в овертайм. И первый офицер. Начинается первый дополнительный тайм. Поехали. Продолжает идти вперед. Вышел мяч на ранее меззащитнику. Без мяча Челси остается. Хорошая игра в пас в исполнении мадридского Реала. Зарядил так зарядил. Но еще поточнее бы и тогда было совсем хорошо. Родриго. На дальнюю подачу. Ставит корпус. Укрывает мяч. У команды есть еще одна минута. Ровно столько добавил арбитр к основному времени. И после первого дополнительного тайма счет остается ничейным. Впереди еще 15 минут игры. Команды начинают второй дополнительный тайм. Это последний тайм матч. Родриго. Атака продолжается. Мяч все ближе к воротам. Отлично защитник играет. Ну, решай же. Гол. Какой обидный для защитников рикошер. Еще раз смотрим гол. Мяч задел игрока. И для вратаря это оказалось неразрешимой проблемой. И для вратаря это оказалось неразрешимой. И для вратаря это оказалось неразрешимой. Это победа. После этого гола Челси впереди, и команды начали с центра поля. До финального свистка и окончания дополнительного времени остается 8 минут. Не будет больше шанса спасти этот матч, надо сейчас решать. И как пробил. Тут ничего опасного. Братарь тоже так решил, и поэтому был максимально спокойным. Четыре минуты до конца матч. Теряет Челси мяч. С умом он мяч отдает. Здорово защитник играет. Свисток арбитра, игра рукой. Пошел на вес в штрафную. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. Матч окончен. Потрясающая игра в финале Суперкубка UEFA. Поздравляем победителей. Молодцы, ребята. Их болельщиков тоже поздравляем с очередным трофеем. Сейчас состоится награждение победившей команды. Воскопоставленные функционеры Европейской футбольной ассоциации вручают Суперкубок UEFA победившей команде. Хороший день и хорошее настроение для команды. Да, значимость трофея несколько уступает звучности его названия. Тем не менее, это повод для гордости. Обладатели Суперкубка UEFA как-никак. Чем мы их и поздравляем. Ну что, сейчас будет сделана командная фотография с трофеем. Да, по традиции нужно запечатлеть этот исторический момент. Жаль, нас с тобой, Георгий, там нет. Продолжение следует...